Всем кротовый привет, дорогие мои подписчики и зрители канала, с вами снова Паш Фримен на связи и это маленькое такое экстренное включение по поводу того, что в War Thunder в ближайшем обновлении будут изменены боевые рейтинги. Пока что данная информация, которая есть, она предварительная, может быть немножко что-то поменяется, может быть что-то не будут менять. Сейчас я вам расскажу, что да как и почему. Короче, улитки опубликовали в группе ВКонтакте список изменений по боевым рейтингам, ссылочку я на них оставлю в описании на эту таблицу. Рассматривать я сегодня буду, конечно же, только наземную технику. Ну и чтобы долго не затягивать начало, давайте к самому главному. ЕБР подняли боевой рейтинг до 5.0, 104.7. Наныли, да, наплакали, но, если так подумать, на ЕБР-ку это никак не повлияет. Она также будет гонять на огромных скоростях, объезжать по краю карты и расстреливать противника, как и расстреливал до этого. Так что, в принципе, повышение боевой рейтинга до 5.0 никакого эффекта, я думаю, на рандом не окажет. И те, кто страдал, так и будут дальше страдать только уже на новых боевых рейтингах. Конечно, она теперь не будет встречаться с боевыми рейтингами 3.7, но это в принципе и не важно, потому что на боевом рейтинге 3.7 ЕБР-ки тоже лопались достаточно эффективно. Ну, во всяком случае, если вы вообще смотрите по сторонам и вообще можете стрелять по ним, в принципе, из своего танка. Так что, в этом плане, я думаю, что толком ничего не поменяется. Далее, Штюрер-Эмиль, возможно, получит боевой рейтинг 4.3. Сейчас у него 5.0 и вот это изменение, честно говоря, не очень понимаю. Да, Штюрер-Эмиль большой, по нему легко попасть, у него особо нет брони и такая себе подвижность. Но у него, блин, черт возьми, 128-мм орудие со снарядами, которые пробивают около 250 мм. И как бы такую махину ставить на 4.3, типа зачем? Я немножко не понимаю, зачем это сделано. Также Штюрер-Эмиль будет добавлен в группу с Дикер-Максом, то бишь они будут в одной клеточке. Прям вообще недоумеваю, зачем ставить было. Она и так отлично игралась на 5.0. Ну, не знаю, на 4.7 для тех, кто совсем страдает ее, можно было бы. Ну, на 4.3, ну это вообще какое-то, по-моему, издевательство над рандомом. Но, тем не менее, получили, что получили. Но, опять же, напомню, не факт, что эти изменения вступят в силу, может быть, что-то подкорректируют. Далее, Т-80Б опустили на боевой рейтинг 9.7 с 10.0. Ну, чуть-чуть будет полегче Т-80-му играть в рандоме. Я думаю, многие игроки, кто играет на топах, будут рады этому изменению. Здесь ничего добавить в принципе нечего. Я считаю, что Т-80 и так нормально игрался, но на 9.7 теперь будет играться еще легче. Чисто мое кротовое мнение. Далее, у нас изменения в Японии. Тип 75, СПШ, которая артиллерия, да, самоходка с очень мощными фугасами, тоже получает улучшение боевого рейтинга до 6.3. Сейчас у нее 6.7, и она будет поменена местами с Хури Продакшеном. Я тоже ничего сказать не могу. Фугасница классная, снаряды у нее мощные. К тому же есть снаряды с радиовзрывателем, которые очень помогают крыс выцеливать за камнями. Но у нее очень мало брони и такая себе подвижность. Но, с другой стороны, у нее 10 секунд перезарядки на 155-мм орудии. Это круто. Понижать боевой рейтинг, ну, не знаю. Я считаю, что на 6.7 она вполне нормально смотрелась. А вот то, что ее можно было бы поменять с Хури Продакшеном, это было бы логично. Потому что Хури Продакшен 7.0, но он доступен раньше, чем Тип 75 СПШ. Хотя у СПШ, опять же, 6.7, то есть, ну, логично поменять их было местами, но вот понижать БР, ну, честно говоря, я не знаю, я бы не менял. Далее. Хури Прототип. Премиумный истребитель танков. Получает нерв. Теперь он будет на боевом рейтинге 6.3. Машина, на самом деле, интересная. И, в принципе, раньше она игралась очень хорошо. Но теперь ей будет сложнее. Я считаю, что, ну, для тех, кто уже покупал эту машину на боевом рейтинге 6.0, ну, будет немножечко обидно, на мой взгляд. Далее я хочу обратить внимание на два хороших изменения, которые логичные, на мой взгляд. Это КВ-122 и КВ-85. КВ-122 это премиумный танк. Сейчас он находится на боевом рейтинге 5.7, а будет на боевом рейтинге 5.3. Это очень хорошо, потому что КВ-122 это обычный, грубо говоря, первый КВ, на котором поставлена башня, грубо говоря, от ИСа первого, но с пушкой D-25Т. Да, пушка будет, наверное, имбалансная на 5.3, но из-за корпуса мы обладаем очень фиговой живучестью, потому что пробивают нас абсолютно все на боевом рейтинге 5.7, потому что мы попадаем очень часто на 6.0, 6.3 и 6.7. И КВ-85. Абсолютно то же самое, только пушка не 122 мм, а обычная 85-ка, как на Т-34-85. При этом корпус также от обычного первого КВ, то бишь нас постоянно пробивали, уничтожали очень часто и так далее. Теперь на боевом рейтинге он будет 4.7. Не 5.0, как сейчас, а 4.7. Это тоже, на мой взгляд, логичное изменение, потому что я еще года два назад говорил, КВ-85, ну, он не очень играбелен за счет своего боевого рейтинга. На 4.7 теперь он будет играться более адекватно и будет более рациональным для изучения, так что вот так вот. Далее, очень-очень-очень-очень сильно головная боль у меня возникла, потому что я увидел, что Т-20 теперь будет на 6.0. Господи, что с Т-20 не так? Все слишком ноют на него? Он слишком имбовый, что ли? Он раньше вообще, по-моему, на 5.3 был, или даже 5.0, если мне память не изменяет. Потом его подняли на 5.7. Сейчас он на 5.7 находится. Теперь его вообще на 6.0 закидывают. Что вообще с этим танком не так? Да, у него багованная башня, у него неплохо держит корпус снаряды, но он и так как бы на 5.7, он уже не тот, который был там год назад, полтора-два года назад. Он уже не тот, ну не тот он уже. Зачем его еще на 6.0 поднимать? Я понятия не имею. Так ли он сильно раздает? Я что-то вот сомневаюсь очень сильно. Я когда на нем катался, он вот реально вот, хоть я и не профессионал, да, но такой средний игрок. Вот у среднего игрока в руках он играется уже не очень хорошо. На нем надо играть чисто как на 85-ке. Только по бортам. В лобовые он очень тяжело играться начал. Как бы, а теперь его вообще на 6.0 закинут, то есть мы будем попадать постоянно на 6.7, 7.0, я думаю, это будет его основной боевой рейтинг. И там уже это орудие, которое у него есть, просто обычная длинноствольная 76-мм со снарядами на 150 пробоя, там даже 150-то пробоя нет. То есть, блин, вообще очень сильно занерфили Т-20, отвратительные изменения, и я надеюсь, что они не будут менять его боевой рейтинг на 6.0. На 5.7 пускай остается, а лучше верните 5.3, чтобы было более-менее логично, потому что те, кто покупал его на 5.3, сейчас будут бомбить в 10 раз сильнее, потому что, блин, я брал 5.3, а теперь он 6.0, какого хрена, ребята. Ладно, идем дальше. Объект 120, хорошее изменение, возможно, у него будет боевой рейтинг 7.3, сейчас 7.7. Не знаю, насколько логично, потому что 120-й объедок, он очень мощный, особенно на кумулятивах, там снаряда просто разносит все живое. На 7.3, ну, наверное, за счет живучести можно было бы 7.3 ему дать, но я думаю, он будет, опять же, очень сильно нагибать рандом на своих боевых рейтингах, особенно учитывая тот факт, что такая у него баллистика хорошая, и он может с такого большого расстояния стрелять, что по нему просто будет тяжело попадать. Но, с другой стороны, его можно контрить с авиацией и любым практически кумулятивным снарядом, так как у него есть разрушение корпуса. В общем, поживем-увидим, если эти изменения вступят в силу, мы обязательно на всем покатаем и все протестируем. Далее, Пантера-Ф получит боевой рейтинг 5.7. Может быть, получит боевой рейтинг. Напоминаю, что это еще не точная вся информация. Сейчас у нее 7.0. В принципе, логичное изменение, потому что Пантера-Ф это то же самое, что Пантера-Д, Пантера-А, ну, за исключением некоторых, там, характеристик в скорости поворота башни и мощности двигателя. Но при этом у нее башня прямоугольная, и ее легче пробить. Снижение боевой рейтинга, ну, наверное, логично, я думаю, что, в принципе, сильно ничего не поменяется, просто станет немножко легче играть на этой самой Пантере. Против нее противники, которые будут попадаться, в принципе, проблем не должны испытать, потому что в башне у нее, там, по-моему, в районе 80 миллиметров. И пробить туда, в принципе, можно почти с чего угодно на этих боевых рейтингах, то бишь на 5.7. Также она поменяется местами с Пантерой-Г. Далее, следующее изменение тоже немножечко мне, как бы, разорвало шаблон, потому что один из самых крутых советских танков Т-44-100. Ему понизят боевой рейтинг. С 7.0 до 6.7. Понятия не имею, кто наныл, потому что Т-44-100, я всегда об этом говорил, что этот танк является золотой серединой между хорошим танком и имбой. То есть он лучше, чем просто хороший, но не имба, которая прям все разносит. Он офигительный, у него классная подвижность, у него багованная броня, которая держит снаряды, у него суперорудие, хорошая перезарядка, вообще замечательный танк. Ну, за исключением, там, углов наведений, заднего хода, ну, как у всех советских танков. Он офигительный, зачем ему 6.7? Неужели настолько люди не могут играть даже на таком офигенном танке, что ему придется понизить БР? Ну, опять же, я не понимаю, я не знаю, какими методами разработчики высчитывают изменения боевых рейтингов, но лично я считаю, что Т-44-100 на БР-7.0 вполне годен. И играть на нем можно. 6.7? Ну, чё, он будет крутой еще больше, теперь он будет точно имбой. Это вообще без вариантов. Ну, поживем, увидим. Далее, ИСУ-122С. Ну, тут с 5.7 до 5.3 ему понизят боевой рейтинг. Ну, тут спорно, как бы 122-мм деструктор, неплохая перезарядка, но при этом не самая лучшая подвижность и достаточно фиговая броня. Ну, может быть, логичное изменение, но, опять же, орудия очень мощные для БР-5.3. На 5.7, я думаю, в принципе, можно было бы оставить. Но, с другой стороны, ну, тяжело было танковать. Да, может быть, 5.3 норма, посмотрим тоже. Далее, Ягдпанзер 4.5. С 6.7 понизит до 6.3, то бишь, небольшой ап получит. В принципе, можно это как-то понять, потому что машинка настолько, как бы, фиговенькая на самом деле, что, да, наверное, понижение боевого рейтинга ей пойдет на пользу. Потому что брони у нас нет, у нас 50 мм в волпу, 30 мм в бортах, нас расстреливают пулеметами в борта, опять же, да, расстреливают автопушками в крышу. И в лоб пробивает практически кто угодно, вплоть до зениток, можно сказать. Поэтому, как бы, насколько будет легче и будет ли легче, Ягдпанзеру 4.5. Единственное, наверное, на 6.3 кумулятива на 320 пробоя, ну, может быть, будет слишком имбалансненько. И хэши, кстати, да, еще у него хэши есть на 100 мм пробоя. Ну, это, конечно, облегчит геймплей, тут не спорю, но намного ли поживем, опять же, увидим. Далее, изменения. Центурион Марк 1 получит нерф. Он за боевого рейтинга 5.7 переместится на 6.0. Тут я, честно говоря, не знаю, потому что, как бы, орудие у нас офигительное. У нас 17-фунтовая пушка с возможностью стрельбы подкалиберными снарядами на 220 пробоя. И сплошняками на 190, которые, кстати, очень хорошим заброневым воздействием обладают. Как бы, его занерфят. Может быть, за счет орудия, может быть, снаряды подкалиберные на 220 пробоя слишком имбалансные стали. Потому что, если вы не в курсе, может быть, или забыли об этом, что ввели в War Thunder объемные снаряды, и теперь некоторые подкалиберы стали намного лучше дамажить. Ну, во всяком случае, мне так показалось. Может быть, из-за этого ему поднимают боевый рейтинг. Тут я сказать не могу. Я думаю, что Центуриону станет немножечко посложнее. Все-таки, хоть у него броня какая-то есть, но она не может держать все подряд. Особенно, если будет попадать против боевого рейтинга 7.0. А я думаю, это будет относительно часто. Далее. М48А2С. Получит ап. С боевого рейтинга 7.0 он переместится ниже на 6.7. И будет вместе с Королевским Тигром кататься. И вот тут я, честно говоря, не совсем понимаю. Опять же. Королевский Тигр и М48А2С. Да, типа, серьезно? Вы думаете, что на одном боевом рейтинге место? Учитывая, что М48А2С стреляет кумулями теми же самыми, да? На 320 пробоя. У него есть хэши на соточку. У него есть каморники на 180. И как бы, неужели это логично? Ну, не знаю. Причем у М48А2С относительно неплохо танкует башня. За счет, там, маски и скосов на щеках. Да, опять же, снаряды неплохие. Да и подвижность тоже, мое почтение. Это, конечно, отдаление от боевых рейтингов 8.0, на которых уже есть и стабилизаторы, и птуры появляются. Но на 6.7, блин, как, например, на Т-34-85, у которой боевой рейтинг 5.7, воевать против М48А2С, который будет на боевой рейтинге 6.7, и нас будет кидать на эти боевые рейтинги, и мы будем против них играть. Я, конечно, понимаю, что на 85-ке, как бы, можно в борта, в принципе, только и надо в борта объезжать. Но, блин, на М48 с 85-ками, ааа, это, блин, больно будет, не знаю. Странное тоже решение, на мой взгляд, 7.0, в принципе, мне кажется, нормальный боевой рейтинг был у нее. Ну и последнее изменение по наземной технике, это премиумный танк СУ-100У, точнее, истребитель танков с корабельной пушкой Б-13 на 130 мм. Он получит ап с боевого рейтинга 5.0, он опустится до 4.7. В принципе, можно понять это изменение, потому что СУ-100У, она очень странная, она премиумная, но она фигово играется. Во-первых, ее все пробивают, во-вторых, у нее очень кривое какое-то непонятное орудие с непонятными снарядами, которые не наносят урон. Поясню, сейчас ей немножечко поменяли снаряды, раньше они были просто камерные, а теперь они полубронебойные с бронебойным наконечником и баллистическим колпачком. Внутри снаряда 2,3 кг взрывчатки, что является огромным количеством. Для того, чтобы уничтожить один танк, хватает одного снаряда. При этом у нас пробой около 200 мм. Но как эти снаряды работают в рандоме, честно говоря, непонятно. То есть, грубо говоря, каждый выстрел это 50 на 50. Либо ты завалишь чувака, либо у тебя произойдет рикошет, либо снаряд взведется на корпусе, ничего не сломает, хотя 2 кг взрывчатки, опять же, что-то-то должно сломать. Но не ломает при этом, да. Тут я, в общем, считаю, что, в принципе, нормально, потому что сушка, она, ну, не очень хорошо живет. Она реально нехорошо живет. Раньше, насколько я помню, когда она была, у нее было то ли 4,3 боевой рейтинг, то ли 4,7. Это тоже очень старый танк, не самый частый в рандоме, потому что, опять же, очень специфичная машина. На этом изменения боевых рейтингов на наземной технике закончились. Про авиацию и флот я рассказывать не буду, потому что на авиации я не летаю и летать не умею, поэтому я даже не смогу спрогнозировать, насколько там будет все хорошо или плохо. И на флоте, как бы, ну, почти никто не играет, но там, типа, тоже, там, вроде как, ап техники, причем почти всей, кроме одного там кораблика. Ему там повысит боевой рейтинг. В общем, ссылочку на изменения боевых рейтингов я вам оставлю в описании. Что вы думаете по поводу всего этого, можете писать в комментариях. Я своим мнением с вами поделился, теперь поделитесь и вы своим со мной. А, и напоминаю, ребят, еще раз уже, не знаю, какое за видео, то, что эти изменения не стопроцентные. Может быть, в процессе, может быть, еще до выхода патча что-то поменяется. Может быть, отменят изменения, может быть, по-другому поменяют, может быть, еще какая-то техника появится в этом списке. В общем, следите за новостями. Также напоминаю, что я зарегистрировался на ВАЗДе. Ссылочка на него тоже будет в описании. Заходите, я там буду стримить периодически Тарков, может быть, инлистед. И когда снова запустят лигу стримеров, которая там проходит, я буду принимать в ней участие, чтобы побороться за денежный приз. Потому что мы скоро с моей любимой девушкой будем брать ипотеку на квартиру. И, соответственно, финансовая помощь будет нам очень в тему. Поэтому я надеюсь на вашу поддержку, что вы подпишетесь на ВАЗД. Те, кто не в курсе, эта стриминговая платформа наша, российская, от МТС, МТС финансирует. И, короче, грубо говоря, это Твич, только без дурацких правил. Короче, приходите, пообщаемся, поиграем в Тарков, поиграем в инлистед, может быть, еще во что-то поиграем. Периодически я туда буду теперь стримить, потому что мне там понравилось в целом. Ну и все, увидимся с вами в рандоме, всем удачи и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok